Врачи говорят, вредны не сами наушники, а излишняя громкость звука. Мы часто сами её превышаем, не замечая, чтобы звук в плеере перекрыл внешний шум. Разговоры и звуки машин на улице, вибрации в транспорте. Вибрационные, тут опять же всё зависит от степени. Если вас, наверное, долго потрясти, то на слуховые рецепторы это, как правило, не влияет. Это больше влияет на рецепторы вестибулярного аппарата. Здесь могут быть проблемы больше. Всё зависит от степени громкости. Если вы слушаете музыку в комфортную, негромкую, то ничего плохого в этом нет. Но если вы включаете на полную, понятно, что и слышат не только вы, но и окружающие то, что в наушниках у вас происходит. То, наверное, это очень громко. Некоторые врачи говорят, что внутриканальные наушники не лучший выбор, поскольку источник звука находится слишком близко к барабанной переполнке. Полноразмерные накладные наушники с большими чашами распространяют звук равномернее, на большей площади и не так опасны для слуха. Многие люди, которые носят слуховые аппараты, говорят, что эти аппараты снижают их слух. Но это не так, уверены специалисты. А когда вы носите слуховой аппарат, то всё-таки стимулы попадают в головной мозг. Вы социально адаптированы, и кора головного мозга не продолжает воспринимать звуки так, как это надо. Почему многие говорят, что слуховой аппарат не буду носить, потому что потом хуже слышу? Не хуже слышит человек после снятия слухового аппарата, а просто он привык, что ему хорошо в слуховом аппарате, а когда он снимает его, кажется, что слух стал похуже. Естественно, к хорошему привыкаешь быстро. Редактор субтитров А.Семкин